всем привет друзья давно не был на канале видео про дозаторы жидкого мыла и вот я решил восполнить эту брешь и заказал очередной недорогой дозатор тем более эта тема достаточно популярна в период пандемии когда рекомендовано часто мыть руки прежде всего меня заинтересовала цена с учетом купона я отдал за него чуть больше тысячи также интересной особенностью является вместительная емкость около 350 миллилитров и встроенный аккумулятор как заявлено 18 650 для зарядки которого есть даже кабель micro usb также комплекте положили какую-то интересную таблетку я так понял что это жидкое мыло которое можно получить смешав эту таблетку с водой все упаковочные материалы внешне дешевого качества на подарок наверное такой не стоит покупать в комплекте есть небольшой буклет с инструкцией на английском языке основание дозатора выполнено в квадратной форме со скругленными краями внешний бак на 350 миллилитров выполнен из полупрозрачного матового пластика через который можно определить уровень жидкости он снимается при помощи поворота трубочка к сожалению делана из пластика не из силикона так сказать бюджетный вариант и сразу невооруженным глазом видны зазоры между частями корпуса но главное это возможно самостоятельно многократно перезаправлять емкость в дозаторах xiaomi с этим проблемы одной заправки в этом дозаторе на семью из четырех человек хватит на две-три недели кнопка выключения расположена сверху она сенсорная но не очень чувствительная сам корпус собран как-то неаккуратно есть зазоры и выступающие части я решил эту проблему при помощи небольшой каплики суперклея но неприятный осадочек остался что касается жидкого мыла то я покупаю в канистрах по 5 литров жидкое мыло синергетик цена вопроса около 500 рублей и хватает на несколько лет разбавляю зависимости от ситуации от 20 до 50 процентов мыла и остальное вода и обязательно хорошо сболтать иначе насос просто не будет справляться и пена не пойдет дозатором дает достаточно большую порцию пены правда для этого необходимо достаточно близко поднести руку также если рука была убрана дозатор не остановится пока не выдаст всю порцию пены сравнение с первым дозатором от xiaomi этот дозатор выдает пены примерно в два раза больше никакой регулировки количества нету пены по плотности по качеству примерно одинаковы ну давайте выскажу свое мнение подведу итог у этого дозатора я вижу несколько плюсов это аккумулятор заряда которого должно хватать минимум на месяц достаточно большой бак для мыла выдача большой порции пены а также невысокая цена из минусов это не очень качественные материалы и сборка а также на мой взгляд не очень удачная конструкция самого носика и датчика приходится подносить руку достаточно близко все это я выяснил за неделю использования возможно если пользоваться этим дозатором дольше могут всплыть и другие моменты но в течение недели дозатор работал исправно поэтому дозатор имеет право на жизнь в общем ссылки на этот дозатор я оставлю в описании спасибо всем за просмотр на на сегодня все всем удачи всем пока